7 ноября, день воинской славы России. 79 лет назад, в самый разгар битвы за Москву, на Красной площади прошел легендарный военный парад. 28 тысяч красноармейцев прошли торжественным маршем по брусчатке и прямиком отправились на фронт. Наш корреспондент Луиза Ягиозарян погрузилась в тот исторический день. От примера советского правительства и нашей башнинской партии приветствую и поздравляю вас. Этот парад не только поднял боевой дух советской армии, но и показал всему миру. Москва не сдается. На тот момент враг был в нескольких километрах от столицы. Поэтому торжественное шествие красноармейцев и показ военной техники продлили всего лишь 15 минут. Парад вошел в историю как самый короткий по времени, но как самый грандиозный по своей идеологии. У Гитлера, конечно же, были планы уже захватить Москву и провести собственный парад на Красной площади. И когда он узнал о том, что Сталин в это время парад проводит в Москве, Гитлер просто был в ярости. Потому что он уже всем громогласно заявил, что вот-вот часы остались до падения Москвы и Советского Союза. Парад начался ровно в 8 утра. После речи Сталина первыми по брусчатке прошли пехотинцы. Затем промаршировали отряды вооруженных рабочих и кавалеристы. За ними последовала техника, танки, минометы, пулеметы, орудия средней и большой мощности. Планировалось участие 300 самолетов, но в то утро был сильный снегопад и пурга. Воздушную часть отменили. В 10-й школе, сейчас это вот лицей Гагарина, был сформирован 457-й стрелковый полк, который участвовал в этом параде и который после парада отправился, говорится, на фронт. По тем данным, которые у нас сохранилось, участвовало 12 люберчан. Новости о параде быстро разлетелись по всему миру. Это событие дало старт крупным победам советских войск в Великой Отечественной войне. В том же году Красная Армия перешла в контрнаступление и отбросила немцев на сотни километров от Москвы. Парад явился предвестником победы наших войск под Москвой. Именно здесь, под Москвой, мы доказали, что нацистские и фашистские войска можно бить. Каждый год 7 ноября на Красной площади проходит реконструкция легендарного военного парада. Эту традицию ввели в 2013 году. На этот раз ее пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Но, несмотря ни на что, эта дата навсегда заняла особое место в нашей истории. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова